Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Большинство людей мечтают найти хорошую работу и разбогатеть, но не учитывают огромные стрессы, которые будут испытывать, поднимаясь по карьерной лестнице. Вот и один испанский доктор, устав от повседневных забот, решил бросить все и уехать, куда глаза глядят. Родные уже решили, что больше никогда не увидят его, но спустя почти два десятилетия группа гребняков сделала шокирующее открытие, которое потрясло всех до глубины души. 26-летнему Карлосу Санчесу Ортесу де Салазару было обеспечено светлое будущее. Он был лицензированным врачом в Испании, имел степень по психологии и говорил на нескольких языках. Но даже такая, казалось бы, идеальная жизнь не удовлетворяла Салазара. И в обычный день 1996 года Салазар исчез без следа. В течение следующих 14 лет и друзья и семья без устали искали пропавшего человека. И в конце концов власти объявили, что Салазар считается мертвым. Но еще через пять лет дело пришлось вытащить из архива. В дебрях итальянского региона Морема было сделано неожиданное открытие. В ноябре 2015 года группа туристов отправилась в лес недалеко от Тосканы в поисках съедобных грибов, которые росли там в большом количестве. Но именно в этот день грибникам не везло. Решив отклониться от проторенного пути, они ушли поглубже в лес. Пройдя всего несколько десятков метров, группа наткнулась на кучу мусора. Первоначально они решили, что это проделки невоспитанных туристов. Но пройдя немного дальше, наткнулись на то, что определенно не было грибами. В середине поляне находился небольшой временный лагерь. Консервные банки свисали с окружающих деревьев для сбора дождевой воды. И кто-то даже натянул брезент, чтобы сделать укрытие. Но пока они осматривали окрестности, грибники поняли, что они не одни. Из укрытия появился человек, которого путешественники описали как грязное лицо и большая борода. Они испугались и быстро побежали к тропинке. Но любопытство взяло вверх. И через несколько часов они вернулись в лагерь с лесником. Когда они спросили имя этого отшельника, он ответил просто «Я испанец, меня зовут Карлос, и я живу здесь с 1997 года. Я не хочу жить среди людей», сказал он группе. «Теперь, когда вы нашли меня, мне придется убираться отсюда». Несмотря на его намерение покинуть этот район, туристы решили сфотографировать его документы, чтобы они могли передать их соответствующим органам власти. После получения этой информации организациям не потребовалось много времени, чтобы разыскать семью Салазара и сообщить им хорошие новости. Семья этого человека тут же купила билеты на самолет в Италию, чтобы увидеться с дорогим им человеком. Мать Салазара Амелия была особенно тронута новостью и сказала итальянской прессе, как будто наш сын родился заново. С помощью местных правоохранительных органов семья Салазара собрала поисковую группу и отправилась туда, где грибники впервые встретились с пропавшим без вести. К сожалению, Салазар сдержал свое слово. Лагерь был полностью заброшен. Семья Салазара вернулась в Испанию через несколько дней. Вероятно, полагаю, что его почти невозможно найти в огромном лесу. Вероятно, это было к лучшему. Никто не видел Салазара с тех пор, как грибники встретили его в тот роковой ноябрьский день. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.